Давай, Лис, уводи свет назад, чтобы камень темным стал. Да, вот так. Теперь я буду панорамировать, а ты поведешь свет и оставишь его. Раз, два, три, да, начали. Елизавета Антипова и Евгений Кривцов – съемочная группа одной из московских производственных студий. Пусть вас не смущает, что их лишь двое. Современная техника позволяет работать, перемещаясь по городам и весям вот таким небольшим составом. Для канала «Культура» они снимают цикл «Пряничный домик», посвященный народным промыслам России. Елизавета признается, много где побывала, но Алтай до сих пор оставался для нее настоящей загадкой. И как только появилась возможность прикоснуться к алтайской культуре, не раздумывая, поехала. Прямо с самолета столичные гости отправились в музей «Мир камня», где погрузились в камнерезную историю Алтая. А впереди масса планов и съемочных дней. Я раскрою страшный, позорный секрет. Большинство москвичей знают слово «Алтай». Но что есть Алтайский край и Республика Алтай, и что это два разных субъекта Российской Федерации, об этом не знает никто. Я разобралась. И в Алтайском крае мы снимаем программу про камнерезов. Потом мы переезжаем в Республику и продолжаем снимать. Это будет вторая программа, это будет другая программа этого же цикла. И посвящена она будет ремеслам коренных народов Алтая. Евгений Кривцов на телепроектах, что называется, собаку съел на телекране с 18 лет. Мы могли его видеть в популярных проектах «Доброе утро», «Маршрут построен» и многих других. Успел проявить себя как журналист, ведущий, автор, режиссер, даже киноактер и оператор. Признается, Алтай уже успел его приятно удивить. С самолета, когда мы подлетали, меня впечатлило количество зелени, которая здесь, просто она везде. И город зеленый, и вся природа. То есть мы когда влетели, я такой, ничего себе, куда я попал. Это просто какой-то, я не знаю, ну шир, где хоббиты могут обитать вообще в легкую. В общем, очень красиво, здорово. Хочется теперь попасть непосредственно, так сказать, поближе на это все посмотреть, сделать крупнички. Снять и крупные, и общие планы ребятам предстоит в ближайшую неделю. Сначала в горно-колывании, побывают на камнерезной фабрике, затем их ждет восхождение на гору Синюху. Далее они отправятся в горный Алтай, знакомятся с исконными ремеслами и горловым пением. Ну а мы сможем полюбоваться родными просторами в эфире канала «Культура» уже в ближайшие месяцы. Выход программ намечен на сентябрь или октябрь. Анастасия Драган, Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.